На этом уроке мы познакомимся с множествами и начнем с определения. Множество это тип коллекции, которая хранит в себе неупорядоченные, но при этом уникальные значения одного типа. Поскольку значения в множествах неупорядоченные, мы не можем обратиться к значению по индексу. То, что значения в множестве уникальные, означает, что мы не можем создать множество, значения в котором будут повторяться. Пустое множество можно создать следующим образом. При этом тип set необходимо указывать явно. Давайте создадим множество some strings, и обратите внимание, что мы прописываем тип коллекции set, далее указываем тип элементов, которые будут храниться в множестве, и после знака равно ставим пустые квадратные скобки. Также есть другой вариант записи, например, создадим множество characters, и здесь мы тоже указываем тип коллекции set, указываем тип хранимых в коллекции элементов, и ставим пустые круглые скобки. При этом первый вариант записи является более предпочтительным. Давайте создадим еще одно множество с типом string, и сразу заполним его элементами. Тип коллекции множества необходимо указывать все время явно, чтобы оно было считано именно как множество, а не как массив. Поэтому здесь мы тоже будем писать слово set, и заполним его элементами. Поместим туда строки a, b и c. Если мы добавим еще несколько c, давайте это сделаем, то справа мы увидим, что c не добавились множество, так как элементы в множестве не могут повторяться. И теперь давайте несколько раз запустим компилятор. Справа мы увидим, что элементы в множестве меняются местами, так как множество является неупорядоченной коллекцией. Давайте уберем лишние c, чтобы они нас не смущали. Проверить, содержится ли в множестве какой-либо элемент, можно при помощи метода contains. И далее в круглых скобках мы указываем, какой элемент мы хотим найти в множестве. Данный метод возвращает нам булевые значения. True, если элемент содержится в множестве, и false, если не содержится. Добавить новый элемент в множество можно при помощи метода insert. Попробуем добавить в множество элемент строку dim. И справа мы видим, что данный метод возвращает нам true и далее значение, которое мы хотим добавить. True возвращается в том случае, если множество не содержит указанного элемента. В противном случае возвращается false. Например, если мы пробуем добавить в наше множество букву a, то справа мы увидим false, так как в множестве уже содержится элемент a. Также у множества есть свойства из empty. Данное свойство есть и у других типов коллекции, таких как массива и словари. Данное свойство возвращает логическое значение true, в том случае, если в коллекции нет элементов, и false, если есть. Можем записать следующее выражение с условным оператором if. Итак, пишем ключевое слово if. И далее запишем следующее выражение. Is empty. Итак, поскольку свойство is empty возвращает нам логическое значение, то мы можем поставить перед ним оператора логического не. В этом случае выражение логическое не strings is empty вернет true, если в множестве есть элементы, и тогда будет выполнено действие из тела ветвления. Давайте запустим код. И мы видим на консоли фразу decide is not empty, что означает, что наше множество не пустое. Также из множество можно удалить элементы. В этом нам поможет метод remove. Например, попробуем удалить из нашего множества элемент строку a. Данный метод нам возвращает удаленный элемент. Множество можно сортировать, используя специальный метод sorted. При помощи этого метода все элементы в множестве будут упорядочены и множество станет массивом. В этом случае множество сортируется по возрастанию значений элементов. Также множество можно отсортировать по убыванию. Для этого нам необходимо вновь обратиться к множеству sorted by. И здесь не обращаем внимания на синтаксис данной конструкции. О нем вы узнаете позже. После слова by мы ставим знак больше. И таким образом сортировка будет происходить по убыванию. Давайте создадим еще одно множество с названием new screens. Итак, это будет множество с элементами i, f, g. И объединим два множества новое при помощи метода union. Новое множество будет называться all strings. И в него мы объединим множество strings с множеством new strings. Справа видим результат объединения двух множеств. Можно определить, какие элементы имеются и в первом, и во втором множестве при помощи метода intersection. И поместить результат пересечения в новое множество. Создадим еще одно множество common strings. И в нем будет результат пересечения множеств strings intersection. Забыла знак равно. Strings intersection. И помещаем в круглые скобки множество new strings. Сейчас это новое множество пустое, так как у нас нет ни одного пересекающегося элемента. Но если мы добавим в первое множество strings, давайте найдем его значение строку i. то теперь это тот элемент, который пересекается у нас в двух множествах. И он попадет в новое множество common strings. На этом закончим знакомство с множествами и переходим к словарям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok